Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о переносном противотанковом ракетном комплексе шведского производства N-LAW. Сразу уберу спекуляции насчет произношения. Тут можно говорить и N-LAW и N-LAW. В принципе, все зависит от степени экспертности. В дальнейшем в ходе обзора я буду называть этот ПТРК N-LAW. N-LAW расшифровывается как Next Generation Light Anti-Tank Weapon, а дословно переводится как легкое противотанковое оружие следующего поколения. И вот о нем сегодня и пойдет речь. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! Начнем с того, что данный комплекс производится шведской компанией Saab Force Dynamics. Комплекс N-LAW был разработан в сотрудничестве между Швецией и Великобританией. Он также получил другие обозначения, такие как Robot 57, сокращенно RB57 и MBT-LAW. И как заявляют в компании Saab, это единственная противотанковая система в мире, способная уничтожить основной боевой танк с 20 метров. Если пехотинец, конечно, сможет добраться к нему на такое расстояние. Но это уже последнее я добавляю от себя. Как это работает, я ниже поясню. Если зайти на сайт компании, что я вам рекомендую сделать, то можно обратить внимание, что они выносят в первую очередь на странице по поводу N-LAW. Как говорится, сперва говорим о важном. Так вот, Saab на своей странице отмечает, что данный комплекс уничтожает самые современные танки и позволяет использовать его во всех возможных средах. Имеется в виду как в открытой среде, то есть в полевых условиях, так и из закрытых помещений. Не все подобные комплексы имеют последнюю опцию. Что еще отмечает производитель в ключевых особенностях? Это мощная боевая часть, которая способна поразить и уничтожить любой из современных MBT. С вашего позволения, как и в других обзорах, я буду давать терминологию и расширять познание на случай, если кто-то встречает в различных источниках такие аббревиатуры и не знает, как они расшифровываются. MBT с английского расшифровывается как Main Battle Tank, а переводится как основной боевой танк. То есть производитель уверяет, что NLAV пробивает броню любого из современных основных танков. Про это я еще чуть позже поясню в цифрах. Еще две ключевые характеристики, которые отмечает производитель, это возможность поражать комплексом цели на расстоянии от 20 метров до 800 метров. И то, что время от обнаружения до поражения цели составляет всего 5 секунд. И это тоже требует пояснений, потому что в различных источниках называют разные цифры. И 6 секунд, и 10 секунд, ну, больше и меньше в том числе. Но это в целом, что главного отмечают в СААБа Force Dynamics в контексте NLAV. Весит комплекс всего 12,5 килограмм и легко переносится одним человеком. В целом, как отмечается, производство данного комплекса было ориентировано на то, чтобы пехотинец мог нести не только его, а и основное орудие, пулемет, автомат и прочее вооружение. Вдобавок, NLAV является одноразовой пусковой установкой, а не многоразовой. То есть пусковую трубу после пуска ракеты можно выкидывать. Вес в разработке тоже был критичным вопросом. Потому что, как я уже сказал выше, предусматривалось использовать его во всех возможных боевых условиях. Из укрытий, из помещений, перемещаясь на БТР. Поэтому он не должен был быть тяжелым. И уточню про дальность. Потому что во многих источниках пишут максимальную дальность до 600 метров, а где-то и до 400 метров. В целом, если говорить об эффективной дальности, то тут также зависит от цели. Подвижная или неподвижная цель. Принято считать, что по неподвижной цели эффективная дальность поражения до 600 метров. А по подвижной цели до 400 метров. Но это все также зависит от оператора N-Love. Развернуть комплекс из походного состояния в боевое можно за 5 секунд. Если оператор обучен, как это делать. Но я сомневаюсь, что N-Love стану давать в руки необученному солдату. И также отмечается, что достаточно одного часа, чтобы обучить солдата, как пользоваться комплексом N-Love. Я буду N-Love в этом обзоре сравнивать еще и с Джавелином. Потому что я уверен, что у вас будут возникать подобные вопросы и интерес, чем же они отличаются. Давайте я тут сразу же укажу отличия в стоимости для тех, кто вдруг собрался приобрести одну-две штучки для бытового использования. Состоянием на 2022 год из открытых источников понятно, что N-Love за единицу стоит 80 тысяч долларов. А Джавелин за единицу стоит 178 тысяч долларов. Тут играет ряд факторов, включая дальность поражения цели и систему наведения. В случае с Джавелин ракета наводится с помощью инфракрасной технологии, при которой ракета захватывает любую тепловую сигнатуру цели. Ракета N-Love использует технологию прогнозируемая линия прямой видимости. В английском языке это называется Predictive Line of Sight. И тут тоже у вас могут возникнуть комментарии насчет перевода, но я поясню. Оператор N-Love должен в течение трех секунд наводиться на цель. Система наведения рассчитывает как расстояние до цели, так и скорость цели, если она подвижна. И после пуска ракеты самонаправляется по расчетным параметрам к потенциальному местоположению цели. И вот это к вопросу о пяти секундах с момента наведения и поражения цели. Как же это работает? Перед пуском оператор с помощью прицела, как я уже сказал, в течение трех секунд отслеживает угловую скорость цели, которая запоминается инерциальным блоком ракеты, который во время полета вносит необходимые поправки, корректируя направление полета. Это еще один аспект, который влияет на отличия в цене с джавелином. Также у NLAV есть два режима поражения цели. Прямой атаки, на английском называется Direct Attack, а сокращенно DA, а также поражение сверху, на английском называется Overfly Top Attack, а сокращенно OTA. В режиме OTA ракета NLAV следует по траектории полета на один метр выше линии визирования, прежде чем поразить цель сверху под перпендикулярным углом. В режиме прямой атаки ракета просто следует за линией прицеливания и поражает цель в лоб. В режиме поражения сверху ракета полагается на магнитные датчики и бесконтактный взрыватель для детонации на заданном расстоянии от цели. По оценкам, эффект от взрыва бесконтактного взрывателя в 5-10 раз более смертоносен, чем обычный контактный взрыватель, который NLAV использует в режиме прямой атаки. Эти режимы выбираются в ручном режиме в зависимости от степени бронированности цели. И вот, к примеру, если цель хорошо бронирована, по типу основного боевого танка, то используется режим атаки сверху для прицельного попадания в самое малозащищенное место в танке. А вот если же цель не бронирована или слабо бронирована, то используется режим прямой атаки. И вот откуда взялось 20 метров в качестве минимального расстояния от NLAV до цели. Режим OTA эффективно используется даже на расстоянии 20 метров, то есть в режиме ближнего боя. Принцип, как я описал выше. То есть, по сути, бесконтактная боевая часть взрывается на высоте 1 метра над башней танка. Дабы этот принцип пояснить, покажу вам видео, сделанное самой компанией Saab, о данном принципе работы. К примеру, Javelin не может поражать цели с такого расстояния. Да и ракета у Javelin тяжелее, чем у NLAV. Диаметр ракеты NLAV – 115 мм. Калибр кумулятивно-тандемной боевой части – 150 мм. И ракета NLAV способна пробить броню в 500 мм. В длину – 1016 мм. Начальная скорость ракеты после пуска ее из пусковой трубы составляет 40 метров в секунду. Максимальная скорость полета ракеты – 200 метров в секунду. И это тоже к вопросу о времени поражения цели. Три секунды наводитесь, две секунды она летит до цели. Прицеливание и стрельба ведется с плеча. И да, отмечается, что ракеты тяжело сбить или перехватить. Знаю, многих это тоже интересует. Это связано и со способом наведения, и со скоростью полета. Да и расстояние до цели довольно малое, чтобы успеть это сделать. Пусковая установка оснащена оптическим прицелом, дополнительным коллиматорным прицелом, планкой Пикатинни, плечевым упором, рукоятками и спусковым механизмом, переключателем режимов DA-OTA, внешним аккумулятором, ремнями для переноски. Пусковая установка не имеет спускового крючка. И все операции по стрельбе осуществляются с помощью эргономичной рукоятки, установленной с правой стороны в передней части пусковой трубы. Основной оптический прицел имеет 2,5-кратное увеличение. Как работает ракета, которая выпускается из трубы? Сперва она выпускается из спусковой установки с помощью маломощного воспламенителя. После того, как ракета пролетела несколько метров от оператора, срабатывает основной маршевый двигатель. Ну и далее идет корректировка полета по цели, как я уже описывал выше. Ну и в конце я должен кое-что пояснить. Так сказать, опровергнуть ряд СМИ. Насчет эффективности и неэффективности как комплекса «Энлав», так и ракет «Энлав». Мы стараемся давать вам информацию без привязки к какой-либо позиции и будем продолжать это делать. Но для большей ясности, я думаю, надо пояснить некоторые спекулятивные моменты для зрителей нашего канала. Российские СМИ пишут, что комплексы «Энлав» проявили себя ужасно во время конфликта между Россией и Украиной. Утверждали, что было много отказов комплексов и неразорвавшихся ракет. Украинские СМИ пишут, что комплексы «Энлав» отлично себя показали и приводят фотографии уничтоженных танков с помощью этих комплексов. Британские СМИ The Telegraph Forbes пишут, что раз комплексы такие плохие, почему горят российские танки? К слову, британцы имеют порядка 14 тысяч единиц «Энлав» на вооружении и имеют официальную лицензию на производство данных комплексов. Французские СМИ отмечают, что даже не 20% отказов у систем «Энлав», а куда меньше. Это я вам пересказываю заголовки, которые вы также можете найти в открытом доступе. Но вот что по сути. Вся военная техника имеет определенное количество отказов. И все боеприпасы, снаряды, ракеты будут иметь определенное количество тех, что не разорвались. Это неизбежно для любой техники и любых боеприпасов. И здесь как раз важен процент таковых. Да, у «Энлав» тоже есть ракеты, которые не разрываются. Давайте не питать ненужных иллюзий. Это факт. Да, у «Энлав» срок эксплуатации 20 лет. Да, это довольно молодой комплекс с 2002 года. И по сути ни один из «Энлав» не вышел из эксплуатационного срока. Но как и любая техника, время от времени ее надо проверять и проводить технические обслуживания. Поэтому вы должны понимать, что рак есть у любого вооружения. Абсолютно любого. Что ж, на этой ноте я закончу обзор. Это был «Энлав». Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.